Праздники прошли спокойно, без серьезных происшествий. В эти дни Бендерская ОВД работала в усиленном режиме. С 1 по 10 января зарегистрировано 27 сообщений о преступлениях. Особо тяжких правонарушений зафиксировано не было. Основная масса административных правонарушений исходила из семейных бытовых конфликтов на почве распития спритных напитков по месту жительства граждан города Бендеры. Учитывая ограничения по санитарно-карантинным мерам, грубых нарушений общественного порядка в общественных местах, зарегистрировано у нас не было. За время новогодних рождественских праздников на территории Бендерского гарнизона произошло два пожара и шесть возгораний. Никто из людей не пострадал. Урон нанесен только имуществу граждан. За аналогичный период прошлого года произошло три пожара, повлекшие за собой человеческие жертвы. Пожар произошел в селе Протягайловка. В результате пожара полностью был уничтожен автомобиль, гараж. Причина пожара – неисправность электрического оборудования автомобиля. Еще один пожар произошел в селе Кицканы. В результате пожара огнем уничтожена пристройка. В пристройке была оборудована баня, бассейн. Причина пожара – нарушение правил эксплуатации печи. Вместе с тем в новогоднюю ночь не обошлось без несчастного случая, связанного с использованием пиротехники. Семилетняя девочка при запуске фейерверка получила незначительный ожог ноги. Причина – несоблюдение техники безопасности. Пожары, которые произошли за время новогодних праздников, достаточно сложные. Ввиду того, что пожары были запущены, то есть обнаружены не своевременно, горение уже достаточно распространялось. И приходилось задействовать дополнительные средства, технику для их тушения. На территории республики с 4 по 10 января зарегистрировано 8 возгораний. Пострадавших нет. Среди основных причин ЧП – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, короткое замыкание электропроводки, неосторожность при курении и обращении с огнем. Как сообщается, на сайте милицейского ведомства спасатели уже подготовили технику повышенной проходимости. Это специальные автомобили, которые оснащены необходимым оборудованием для оказания помощи водителям, попавшим в затруднительную ситуацию во время передвижения. При выпадении обильных осадков спецмашины будут расположены на сложных участках магистральных дорог. В каждом городе республики оборудованы передвижные пункты обогрева. Их будет 135. Они примут тех, кто окажется в затруднительной ситуации. При необходимости в них смогут разместить более 1200 человек. В Бендерах таких пунктов три. Это Центр вытрезления граждан при ОВД, Станция юных туристов по улице Комсомольской 2, Городская больница в случае необходимости оказания медицинской помощи. Спасатели призывают граждан не оставаться равнодушными. При обнаружении на улице или в подъезде дома людей без определенного места жительства или нетрезвых граждан, не способных передвигаться самостоятельно, звоните по телефону 102. Им будет оказана помощь. Сложной остается и ситуация на дорогах. Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Автолюбителям выбирать безопасную скорость и соблюдать дистанцию. Пешеходам дорогу переходить лишь в установленных правилами местах, прежде убедившись в том, что вблизи нет проезжающего автотранспорта. Дрова для тепла. Сотрудники аварийно-спасательного подразделения города Бендеры привезли топливо малоимущим и одиноким гражданам. Синоптики прогнозируют крещенские морозы. Температура воздуха может понизиться до минус 18. Дрова были доставлены по восьми адресам в село Гиска и Протягайловка. Напомним, аварийно-спасательные службы круглосуточно несут дежурство и всегда готовы прийти на помощь в любой сложной ситуации. Номер дежурной службы в Бендерах – 78945. Аварий меньше, пострадавших, напротив, больше. В ушедшем году три человека погибли на дорогах в Бендер и пригородов. Дорожную статистику озвучили в госавтоинспекции Бендер. За 12 месяцев 2020 года на территории Бендерского гарнизона зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибло три человека, 21 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе один ребенок. Наиболее распространенными причинами являются невыполнение требований дорожных знаков, нарушение правил маневрирования, а также невнимательность. И уже с началом наступившего года в Бендерах произошло 12 дорожно-транспортных происшествий. В 11 повреждения получили лишь автомобили. В одной аварии погиб человек. Три ДТП произошли в последние дни, когда выпал снег и на дорогах образовался гололед. Госавтоинспекторы напоминают участникам дорожного движения. Зимой тормозной путь авто увеличивается в несколько раз. Резкие маневры грозят потерей управляемости машины и могут привести к трагичным последствиям. Пешеходов призывают передвигаться исключительно по тротуарам и переходить дорогу по переходам, заранее убедившись в безопасности. В Бендерах почтили память старшего лейтенанта милиции Сергея Юрко. Год назад инспектор патрульно-постовой службы погиб во время задержания особо опасного преступника. Год прошел, а говорить в прошедшем времени и сейчас тяжело. Время все-таки не лечит. Время лишь немного притупляет ту боль и те чувства, которые мы все испытываем. Очень тяжело терять сотрудников. Вспоминаю, всегда жизнерадостный, всегда веселый. Алые гвоздики легли к мемориалу, на котором высечены имена 11 погибших сотрудников УВД. Все они отдали свои жизни ради сохранения правопорядка на Приднестровской земле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова